друзья всем привет у нас сейчас уже июль месяц и это означает что у нас помимо большого количества туристов в скором времени вводится в эксплуатацию огромное количество жилых комплексов что в свою очередь говорит о том что у нас не будет в том объеме того количества жилых комплексов в южном районе в 5 10 минутах от этой набережной вот пляже где можно купаться и у нас остается по факту в жилых комплексов то всего ничего и инвестиционная привлекательность этих жилых комплексов резко возрастает один из таких жилых комплексов это жилой комплекс облака 2 о котором мы сегодня и поговорим с вами жилой комплекс облака 2 очень похож на жк облака 1 но имеют очень много существенных различий по строительству жк облака 2 состоит из 8 секций 8 подъездов и здесь 23 этажа в то время когда в жк облака всего 18 и 21 этаж и высотность зданий и всего 6 подъездов здесь количество жильцов больше запланировано 1205 квартир на жк облака 2 также запланированы подземные парковки я нахожусь на минус втором этаже далее идет минус первый этаж а сверху будет находиться стилобат на котором будет в дальнейшем еще делаться двухуровневая икровая площадка но на первом уровне также будет парковочные места здесь видите вот этот проем здесь будет еще устроиться первый первый подъезд первая секция потому что через эту часть сейчас происходит въезд но и также я хочу вам показать что здесь выполнена подпорная стена и если вы увидите вот эти античные колонны то это как раз и делалась то подпорная стена чтобы грунт не оказывал давление но здесь мы находимся на скале застройщик здесь перестраховался по технологии строительства жилой комплекс облака 2 строится по монолитной перекрестности новой технологии это означает что монолитные стены пересекаются между собой проемы выполняются из керамзита бетонного блока а по наружной стене идет утепление минеральная вата 80 миллиметров и также идет облицовка из декоративной штукатурки караед при этом цвет здесь будет отличаться от первых облаков если в первых облаках использовался элементы оранжевого цвета цвета а здесь будет использоваться голубой цвет по конструктивным особенностям вы наверное многие видели как заливается бетон застройщиком то есть быстро поставили опалубку залили бетон и он там побежал дальше до заниматься заливкой посмотрите как это делается в жека блока 2 и это тот момент который вы в будущем уже не увидите а можете смотреть уже через год только в истории когда уже или через два когда будете визжать квартиры сейчас залита плита жека блока 2 и посмотрите вот эта плита бетонная она упакована в пленку для чего это сделано для того чтобы бетон набрал свою марочную прочность не каждый застройщик настолько внимательно подходит к уходу бетона но здесь компания не метрия скажем так об этом позаботилась по количеству парковочных мест сейчас я нахожусь на минус втором этаже и вот в этой части как раз сейчас подготавливается место для залития плиты то есть там вяжется арматуры на минус первом этаже количество мест на подземном паркинге 383 плюс 100 парковочных мест то что будет на стилобате под детской икровой площадкой и порядка где-то 100 парковочных мест под спортивной площадкой то что будет заходить находиться за жека блока 2 и плюс еще по периметру гостевой паркинг то есть в принципе мест должно хватить всем но эти места будут парковочные в основном в продаже поэтому я рекомендую когда вы смотрите квартиру в жека блока 2 сразу же присматривайте себе парковочное место к тому же при покупке квартиры с парковкой у вас идет 10 тысяч рублей на квадратнометре скидка на квартиру при этом если посмотреть сумму совокупе то вы чуть-чуть буквально там порядка 300 там может 400 тысяч рублей доплачиваете за паркинг и вы получаете комфортное проживание в жека блока 2 имея себе квартиру и плюс еще парковочное место а после ввода дома в эксплуатацию вы еще себе приобретете кладовку но вот будет полный комфорт при этом я это говорю вам неспроста так как я лично себе купил квартиру жека блока 1 и проживаю там у меня есть квартира парковка кладовка не комфорт по паркингу в жилом комплексе облака 1 ситуация была следующая когда были предложения комбо предложение это квартира плюс парковка и при приобретении в таком формате на квартира шли скидки много кто воспользовался этой возможностью потому что потом в дальнейшем стоимость парковки выросла в разы те кто не смог воспользоваться этой возможностью в дальнейшем они покупали паркинг по 800 тысяч рублей или миллион рублей за одно машино место все остальные которые не смогли приобрести таким способом паркинг сейчас вынуждены арендовывать эти машины места за три три с половиной тысячи рублей в месяц мы сейчас снимаем днем и вы посмотрите какое количество машин сейчас дневное время вечером здесь каждая парка место занято и как об этом можно узнать а здесь нету столбиков что парковка продается вот как находится с одной стороны и радостно и немножко обидно потому что я лично говорю я проживаю же к облака первых а здесь же к облака 2 и я вижу эти изменения потому что знаете это как два телефона когда сначала купил себе когда-то iphone 8 а сейчас уже iphone 13 вроде бы одинаковы но и разница есть и она ощутима так вот здесь разница между первыми облаками и вторыми примерно то же самое и конечно же хочется получить то что будет во вторых облаках но я-то проживаю в первых на подземном паркинге также запланирована подзарядка для электроавтомобилей то есть как по тесла и другие марки автомобилей также с подземного паркинга вам не придется подниматься пешком потому что с каждого подъезда лифт будет подниматься на первый этаж и также на те этажи где вы живете при этом по количеству лифтов 1 2 3 секция 6 7 8 по 3 лифта в подъезде это два пассажирских один кроза пассажирский а вот те торцевые секции 4 5 там по два лифта почему потому что количество квартир в этих подъездах намного меньше но об этом я расскажу чуть позже по местам общего пользования по дизайну выглядит все очень круто и там уже используются новые материалы более такой интересный современный дизайн но я не об этом представьте себе вот это у нас 3 3 секция 3 подъезд идет главный вход мы попадаем через главный вход в лифтовый лифтовый холл где у нас идет грузовой и два пассажирских лифта но далее хочу вам сказать такой момент что в первых облаках в секциях средних секциях это вторые подъезды они не имеют второго выхода с подъезда и в этом есть такая небольшая боль у жильцов потому что приходится слишком много обходить так вот жека облака 2 вот этот момент уже продуман есть главный вход и есть проходной коридор с обратным выходом на другую сторону жилого комплекса это есть у каждого подъезда кроме 7 и 8 секции по поводу вторых выходов есть еще 2 огромный плюс потому что когда вы например заказываете какие-то материалы для ремонта и эти доставщики пытаются заехать вовнутрь двора и производят разгрузку то есть могут разбить входные двери входные группы то это не очень как-то да а вот именно когда с обратной стороны они будут подъезжать и производить загрузку никому не мешая ничего не повреждая это огромный плюс также пожарные лестницы находятся также с обратной стороны жилого литера да то есть секции вот прямо отсюда как раз и происходит заход на пожарную лестницу как я говорил ранее в пятом литере два лифта грузовой и пассажирский грузовой идет на минус 1 на минус второй этаж здесь сейчас еще нет перегородок кроме как монолитных стен но сейчас корм будет эти закладка этих перегородок но я хочу вам сказать о том что 4 литер и 5 литер конструктивно собой представляют единое здание это единая секция и вот вы посмотрите я уже нахожусь в четвертом литере здесь также пассажирский грузовой лифт почему так сделано вроде бы обычно застройщики делают одна секция один подъезд но здесь застройщик пошел на то чтобы максимально создавать комфорт для проживания потому что что в четвертом что в пятом литере по 5 квартир на этаже а застройщик мог бы сэкономить сделать одну входную группу один подъезд и 10 квартир на этаже экономия была бы для него на лифтах на входных группах конечно экономия но застройщик пошел именно на удорожание с целью создания комфорта проживания 5 квартир здесь 5 квартир то для тех людей которые любят жить например там на две страны быть прописанным быть гражданином в одном месте а проживать другом здесь точно такая же ситуация есть возможность мы сейчас все также находимся в четвертом и пятом литере и если посмотреть где будет идти перегородка вот она идет по этой линии вот можно по вентканалу посмотреть и те люди которые захотят себе квартира большей площади они смогут взять на десятом этаже где мы сейчас например находимся с этой стороны двухкомнатную квартиру потом в пятом литере с этой стороны двушку ее объединить в чем преимущество во-первых объединение двух двухкомнатных квартир мы по факту получаем пятикомнатную большую квартиру и обратите внимание какие открываются виды с этой стороны у нас порт бухта вход в порт морковский хребет вся центральная часть города а с обратной стороны у нас поселок мысхака открытое море и гора колдун друзья жк облака 2 идет на активной фазе находится в активной фазе строительства и сейчас только первые квартиры которые можно уже посмотреть в перегородках это 8 секция конечно здесь количество квартир на которые можно обращать внимание для дальнейшего проживания либо с точки зрения инвестиций большое количество но я вам сейчас хочу показать одну классную трехкомнатную квартиру 8 секция на которую нужно обратить внимание пойдемте я сейчас вам покажу сейчас вам хочу показать трехкомнатную квартиру она поистине царская это во первых что не только у нее площадь большая но у нее еще потрясающие виды на город на море на горы но давайте по планировке поговорим потому что на нее в первую очередь сейчас нужно обратить внимание потому что пока еще цены не поднялись настолько высоко потому что она еще доступна в нынешних реалиях для приобретения общая площадь квартиры составляет 98 и 8 квадратных метров кстати я полностью сейчас основываюсь на данные нашего сайта вы также можете смотреть все планировки цены остатки по этим квартирам вся все ссылки на наш сайт будет под описанием под этим роликом а те кто смотрит нас на ютюбе ссылочка выскочит здесь слева общая площадь квартира 98 и 8 квадратных метров при этом при входе вот здесь если мы посмотрим планографию до планировочную то у нас здесь гардеробная где мы можем слева справа и перед собой сделать полки расставлять все все свои вещи сам коридор вот именно вот так буквой т составляет тринадцати шесть квадратных метров здесь совмещенный санузел ванна туалет раковина 42 квадратных метра но это больше такая гостевая плюс семейная далее мы переходим в кухню общая площадь кухни двадцать четыре и один квадратный метр что этой комнаты что этой то есть с этой стороны у вас зона приготовления пищи плюс у вас идет балкон а с этой стороны у вас гостевая зона приема пищи и при этом у вас вид на море на горы нам из хака и на южный район при этом обратите внимание я часто на это обращаю внимание если мы посмотрим на высоту окна то есть это не то что стандартное маленькое какое-то окошко да как дизайнера называют их дырками а это полноценное полноразмерное окно при этом сейчас нет стяжки еще мне уходит в бедро нижняя граница окна с учетом стяжки то что будет 10 сантиметров то по факту у вас окна будут там по колено делаете себе широкий подоконник на котором еще можно будет располагаться и любоваться видами при этом мы сейчас находимся на 11 этаже а всего 23 этажа в секции поэтому можно взять квартира с видами получше переходим спальную комнату первое это детская комната и и площадь составляет 12 7 квадратных метров давайте зайдем посмотрим что здесь если мы посмотрим с вами по тем строительным работам которые проходят внутри квартир межкомнатные перегородки выполняется из газосиликатного блока 100 миллиметров при этом те монолитные стены которые соприкасаются с газосиликатным блоком они идут через мягкие связи выполнены все закладные что по верху что по бокам на вот это очень важно для чего делаются эти мягкие связи мы неоднократно говорим в своих роликах потому что мы живем в зоне сейсмики 79 баллов из случае качения дома монолит может бы раздавить этот блок если бы он был бы вплотную к стене поэтому вот этот демпфер у нас обязателен и когда будете штукатурить в эти места необходимо прокладывать серпянку далее по наружным стенам идет керамзитобетонный блок также он идет через мягкие связи где выполнены закладные по наружной стене как я говорил будет идти утеплитель плюс декоративная фасадная штукатурка также хочу порекомендовать вам так как я сам живу в новороссийске и сам проживаю тоже жк облака что я лично сделал я все внешние стены прошелся гидроизоляции циризит cr65 это для подстраховки все эти углы дополнительно загидроизолировал вот эти все внутренние перегородки я выполнил через армирующую сетку для того чтобы у меня штукатурка держалась но и я дополнительно еще сделал кое-какие манипуляции с отоплением и водоснабжением при этом мы живем в городе новороссийске и безопасности квартиры безопасности комфорта проживания нужно задуматься до тех моментов пока вы не начнете делать красоту в своей квартире кому интересно пишите нам ватсап мой номер телефона 8 928 622 609 я поделюсь всеми своими своим опытом уже в городе новороссийске в жк облака 1 далее мы попадаем во вторую комнату точно такая же площадь 12 8 квадратных метров она просто зеркальном отражении как то то есть это вторая детская и далее мы попадаем в самую важную комнату этой квартиры это хозяйская спальня вот сама площадь спальни сама эта комната 13 9 квадратных метров у нее есть собственная лоджия при которой можно сделать здесь остекление эту перегородку снять тем самым вы и увеличите площадь лоджии если мы смотрим общую дату и строительную 3 и 9 но в документы пойдет два квадратных метра то есть получается к 13 9 мы прибавляем еще 3 и 9 у нас уже порядка 18 квадратных метров становится эта комната плюс у этой комнаты и собственная гардеробная комната ее площадь 3 и 4 квадратных метров далее мы папу опять же у этой спальни отдельная ванная комната и санузел здесь делается душевая унитаз умывальник то есть родители отдельно от всей квартиры полностью битая то есть по факту здесь однокомнатная квартира в трехкомнатной квартире и и никто никому не мешает все живут в комфорте давайте вам сейчас покажу еще входную группу по седьмому и по восьмому литеру они будут идентичны как в первом и во втором литере но у 1 2 литера будет сквозной проход а у 7 8 сквозного прохода нет это единственная секция где вход только с одной стороны но давайте посмотрим справа от входа мы попадаем в лифтовый холл где идет три лифта напротив находится колясочная при этом опять же не без помощи меня бить или четко могу сказать что в этих колясочных будут реализованы унитазы куда бы детишки могли бы с бегать сходить в туалет потому что в первых облаках это не было сделано а это необходимо при этом когда мы попадаем еще на жилой этаж как я говорил здесь располагаются только квартиры и сквозного прохода нет почему потому что с той стороны между жилым комплексом облака 2 и клевером располагается коммерция а как она располагается если мы надеюсь камера позволит это сделать увидеть что высота по факту сейчас мы вроде как на первом этаже находимся но вниз еще идет как минимум два с половиной три этажа по высотности так вот вот этот перепад там он зафиксирован и на этом перепаде там располагается коммерции и выходя туда если был бы сквозный проход то попадали бы на крышу коммерческих помещений поэтому здесь нет сквозного прохода это в 7 8 секции и вот такие вот большие высокие коммерческие помещения это на стороне жилого комплекса клеера вот если мы сюда посмотрим высота потолков 47 47 метра но я хотел бы сказать вот проговорить об инвестиции да про которую уже многие забыли некоторые уже не хотят об этом думать потому что те цены которые были ранее вот этот скачок 2020 2021 года он прошел и многие уже как бы на основании вот этих всех изменений больше не верят в инвестиционную составляющую теперь давайте с вами думать у нас сейчас жилой комплекс облака 2 на среднем этапе строительства в южном районе какие сейчас стройки находятся на том же этапе их нет жилой комплекс босфора черноморский 2 клевер арена они уже либо вот ввелись в эксплуатации либо вот уже на максимальном вводе в эксплуатацию а буквально через год конце 23 года когда этот дом будет водиться в эксплуатацию поскольку здесь квартира будут а я уверен что здесь квартиры вырастут еще как минимум на 70 тысяч рублей за квадратный метр потому что когда те объекты ведутся в эксплуатацию конкуренции жилому комплексу облака 2 в его готовности на рынке новороссийско-вьюжном районе не будет возможно будут появляться новые площадки после принятия генерального плана новые площадки на строительство но они будут со сроками ввода в эксплуатацию 2025 год жилой комплекс облака 2 сейчас идет по цене за стоимость квартиру за стоимости квартиры ниже нежели чем все остальные и сейчас я вам это покажу если мы начнем сравнивать с вами на данный момент стоимость квартиры по жк облака 2 студия 4 миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи аврора 2 это я смотрю в том же сегменте 5 миллионов 352 босфор 6 миллионов 146 но босфор с ремонтом однушки 6 миллионов 14 аврора 2 6 миллионов семьсот двадцать восемь босфор 7 миллионов 405 черноморский я не беру в расчет потому что жилой комплекс черноморский он отличается по своей классности в отношении этого объекта поэтому по жк облака 2 студии однокомнатные и трехкомнатные квартиры они крайне интересны с точки зрения выгоды для приобретения для собственного проживания это я говорю в отношении трехкомнатных квартир а по студиям и однокомнатным квартирам это хорошая инвестиция потому что в четвертой и пятой секции отличные видовые характеристики как на порт на центральный район города с обратной стороны мы видим мысхак и открытое море также и по однокомнатным квартирам которые находятся в седьмой и восьмой секции которые смотрят как раз на бухту города новороссийска задумайтесь об этом если вы хотите более подробные расчеты звоните нам по номеру телефона 8 800 550 550 23 93 и ребята вообще подробно об этом расскажут потому что мы сейчас на жилой комплекс облака 2 пристально обратили внимание в отношении ценообразования мы это видим потому что мы сделали модуль аналитики с которым мы с вами скоро поделимся в открытом доступе и вы сами сможете это видеть а ссылки на наш сайт находится под описание под этим видео если смотрите на ютюбе ссылка будет здесь а как же будут выглядеть кладовки парковки мы с вами уже посмотрели и сейчас я нахожусь на минус первом этаже в жилом комплексе облака 2 вот эти монолитные перегородки здесь возможно еще будет перегородки из бутового керамического кирпича установленные двери но вы сейчас сами все посмотрите на примере жк облака 1 кладовые помещения располагающиеся на минус первом этаже это целый мир и сейчас я объясню почему люди каждый делает кладовку под себя кто-то студию звукозаписи кто-то мастерскую кто-то это делает помещение для хранения соления ненужных вещей каждый делает под себя на минус первом этаже также как и на минус втором этаже все стены красится серый цвет как по бетону так и кирпичная кладка из керамического бутового кирпича на двери устанавливается в кладовых недорогие дешевые и китайского производства но многие кто выполняет ремонт своих квартирах демонтируют двери которые установлено застройщика и вот их смонтируют монтируют устанавливают уже в кладовках в своих квартирах покупают уже более дорогие дизайнерские но и видимо более стильные свою кладовку вы можете оборудовать так как вы захотите потому что все кладовки обеспечиваются энергоснабжением здесь счетчик выключатель для освещения розетки многие выводят все эти энергоснабжения выключатели во внутрь кладовки и уже формируют кладовку так как они хотят а территория самого жилого комплекса будет закрытая въехать можно будет туда на саму территорию жилого комплекса то есть вовнутрь самого двора всем жильцам дома но припарковать автомобиль смогут те кто купит себе паркинг под детской икровой площадкой напомню что в середине двора будет детская кровая площадка на втором уровне над двором то есть это будет такая стилобатная история под которой также еще будет парковочные места на уровне первого этажа но под икровой площадке вот там парковочные места будут продаваться их порядка 100 парковочных мест остальная территория вот вокруг жилого комплекса где мы сейчас находимся Она будет свободной и проездной, но вот именно вот где-то вот на этой территории здесь будет еще двухуровневый такой стилобат, на котором на первом уровне, вот на уровне земли будут парковки, а на втором этаже будут спортивные площадки, они будут озонированы, там будет теннисный корт, футбольное поле, возможно еще что-то добавят. Но вот эта вся часть, она будет свободная, проездная и не закрыта от посторонних. При этом жилой комплекс облака 3 начнет строительство вот по этой границе и соответственно эта территория, она будет промежуточной между ЖК облака 3 и ЖК облака 2. Друзья, вот такой вот видеообзор у нас получился, не было никакой воды, все по факту, конкретно по строительству и по квартирам. Понятно, что сейчас еще во многих секциях нет перегородок, мы не смогли вам показать эти квартиры, но мы сможем сейчас вам показать и вы самостоятельно можете посмотреть. Если перейдете на наш сайт, там есть все данные в открытом доступе, не нужно никаких регистраций, каких-то дополнительных оплат или отправки своего телефона. Все в открытом доступе, 24 часа в сутки, 365 дней в году. При этом есть еще все остатки по квартирам, стоимости квартир, планировка квартир, планировка квартир в формате секции, где она находится. Все это вы можете посмотреть. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всех новостей, к тому же еще подписывайтесь на наш телекрам-канал. Меня зовут Шаглин Сергей, это компания Ассоциация застройщиков. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте палец вверх, жмите колокольчик, чтобы не пропустить все наши выпуски. Пока! Субтитры подогнал «Симон»